добрый день дорогие друзья мы продолжаем наше изучение торы недельная глава ваехи вчера мы остановились на то что якобы благословляет своих сыновей первого он порицал можно даже сказать ревена второго и третьего это шимон и левит и он их порицает и куда испугался думал сейчас его тоже будет порицать и он отпрянул назад но якобы начало благословлять он говорит тебя и куда восхвалят братья твои рука твоя на хребте врагов твоих поклоняться тебе сыны матери твоей молодой лев ягуда от насильства ты сын мой удалился преклонился лег он как лев и как леопард кто посмеет потревожить его не отойдет скипетр от ягуды и законодательная власть и среды потомков его пока не придет шила ему повиновение народов к виноградной разе привязывает она сленка своего и к лозе нежность сына с лица своей моет вине одежду свою и в крови грозе в одеяния свое краснее вина глаза его берея молока его зубы такое благословение за его справедливость братья его признают признает что он будет царем как он справедливо поступает случае стомар что он все таки не дал убить йосифа все это ему засчитывается и он действительно становится величайшим написано молодой лев ягуда то еще молодой он еще не мог стать царем и и тогда с царем стал царь шауль из колена бениамина но пришло время и потом от ягуды давид постепенно становится царем это знаменитый наш царь царь давид династия давида получила царскую власть и это как это родословие работает йогуда у нас кого рожает рожает перец оттамар перец рождать хицерона хицерона рождает рама рам рождает аминадама аминадам рождает нахшона князя иудейского главного нахшона рожает салмана салмана рождает бааза бааз рожает а веда а вед рожает и шая и шая рождает давида вот так вот и отсюда идет родословие царей давида и так вплоть до прихода машеях а потом написано пока не придет шила и ему повиновение народов шила это и есть машеях так пишет рабе шлома всякий праше все цели которые построят храм будущем будут из колена и гуды если мы берем шлома он построил первый храм все начиналось того что давид начал подготовку когда его не стало всевышний дал шлома построить первый храм второй храм также построил потомок давида царь зерубавил а третий храм построить машеях то есть все это идет от колена и гуды что очень важно что при царе шлома мы жили спокойно всевышний давал покой при гуде и в конечном итоге даст и земля прекрасная и написано что краснее вина глаза его и белее молока его зубы это говорит о том что на деле гуды будет прекрасный урожай винограда и молоко будет в общем очень прекрасное было свинья у ягуды и количество людей но и в начале пустыни у ягуды больше больше чем у всех от его пяти сыновей от шелы от перец азирахах и царона и хамуля идет самое большое колено семьдесят четыре тысячи шестьсот человек потом даже будет в конце пустыни семьдесят шесть тысяч пятьсот но в том случае у иосифа если сложить два колена минаша и эфраима если в том случае теперь его превзойдет будет еще больше у иосифа такое благословение у иосифа тоже будет хорошее благословение а вначале и сумма разложить колено эфраима это будет сорок тысяч пятьсот и 32 тысячи двести у меня же то будет меньше чем четыре тысячи шестьсот вот так то есть очень хорошая благословение у нас идет потом у нас идет звулун написано колено звулуна звулун у берега морей во дворица он и у корабельной пристани предел его доцидона благословение звуна быть богачом у него такая браха что у него идет добыча песка из которого сделает стекло он тоже получает из моря улитку филозон из которой добавят синюю краску для того чтобы красить кисель цицит и торговля морская все это все звулун он богач естественно мы знаем что это надо заслужить потому что маше когда благословляет звулуна то маше скажет радуйся звулун выходу твоему а исахар в шатрах твоих народа призовут они на гору ибо изобилием морей питаться они будут и сокровищами скрытыми в песке значит это означает то что звулун богач но его богатство напрямую зависит от его брата исахара он обязан делить свое материальное богатство с исахаром а исахар написано осел костистый лежащий среди заград увидев что покой хорош и страна приятно он преклонил свою спину под ношу и стал преданнейшим труженьком труженьком тоже он учит с утра до ночи тору но все чего он должен жить вот для этого нужен звулун своим богатством он делит свое богатство с исахаром а выученная тора награда за нее делится на на двоих на исахара и звулуна и в этом мире и в будущем вот так вместе они получаются сильные в этом их сила если они вместе не будут то и благословение работать не будет если злу не будет выполнять требования к нему содержать из сахара то естественно он тоже не будет богачем не будет иметь такой такой успех во всех делах своих вот так вот то есть все друга друга зависят а на этом наш сегодняшний урок заканчивается урок был дан за поднятие души михаил бен леви берт об от израиль павел бен ефим самуил бен герш хай малков от йосиф роза бот михаэль памяти ури бен харитон мендель бен мендель яков бен ахум вадим бен григорий владимир григорий здоровья светлана бен ларяк кларова шуман бен excite борис бен мария анна по три в капалине я пьян зоня сура лена в от лара жанет и да она пире на эти и софи 2 работ милиом мая себе него или много дворо если ветер а инесса мейл евгений и бин-берта дем и тафиро от ана геннадий бен лена ольга вод сайтлана и оси дан бенцара таня бот фрида и добатри вам вадим бен татьяна юрия бетбелло яков и себе Бен Рахель, Шимон Бен Мира, Фейга Бат Берта, Ася Бат Года, Марк Бен Нина, Ира Бат Вера, Лер Бен Клара, Рафаэль Бен Клара, Майя Бат Фаина, Хана Цепора Бат Сара, Ида Бен Хая Авива, Ефим Бен Соня, Майя Бат Фаина, Алексей Бен Ольга. Также пишите имена, за кого надо молиться на уроке ТОР и имена упоминать, чтобы людям было легче. Всем Браха, Парнаса, Каванам, Мазл Ту, что мы это время не грешили, читали ТОРу, всем всего самого наилучшего, желаю всем крепчайшего здоровья, пусть скоро закончится эта война и до следующих встреч. Надеюсь, нас состоится завтра в 15 часов. Шалом!